Несмотря на летний период, Надежда Камынина спешит в родную гимназию. Подготовить учебники, найти что-то новое и интересное для своих маленьких воспитанников. Молодой педагог второй год работает здесь учителем начальных классов. С выбором профессии определилась с детства. Именно первый учитель вдохновил и предопределил судьбу. Татьяна Пантелеевна Иванова вселила в меня веру в учителей, что они могут быть заботливыми, понимающими. Не только, как все считают, учителя должны учить. Нет, все-таки с учителями дети проводят большое количество времени. И поддержка от учителя для многих учеников очень важна. Окончив педагогически, пришла на практику в 13-ю гимназию. Первый опыт, первые волнения, первые уроки и ученики. Уже два года она учит малышей не только грамоте и счету. Старается быть поддержкой и другом. Детям сейчас очень интересно чем-то поделиться. Им хочется что-то рассказать. Мне там что-то приснилось. Я там сходил куда-то на выходных. Им это важно. Потому что родители на работе в основном. Им кому-то хочется это все рассказать не только друзьям, но старшему. И когда их выслушиваешь, они в тебе видят какую-то родственную душу, что ли. Здесь же нарабатывают новые практики. Недавно своим опытом посчастливилось поделиться с коллегами на Всероссийском конкурсе педагогов. Каждый учитель представил свои авторские методики преподавания. Ноу-хау Надежды Камыниной – это карточки с заданиями. Они буквально идут на пять минут, но в них как раз-таки есть прошедшие темы. То есть, допустим, мы проходим новую тему, а старые они уже потихоньку забываются. И вот такие карточки с маленьким заданием, они помогают помнить все то, что мы прошли. И вот два этапа конкурса позади и результаты объявлены. Методики молодого учителя признаны лучшими, а сама Надежда Камынина стала одной из 102 победительниц. Лучшие из лучших прошли трехдневное обучение в школе педагогов. Получили огромный опыт и уже в начале нового учебного года начнут применять его на практике.